Хотите порадовать гостей и своих домочадцев вкусным тортом? Этот десерт получается очень нежным, отличается гармоничным вкусом, а йогурт оптималь добавляет ему необычный акцент. Итак, для торта с курагой на йогурте нам понадобится для теста 500 граммов йогурта оптималь с клубничным наполнителем, 500 граммов манной крупы, 4 яйца, 125 граммов сливочного масла савушкин, 150 граммов сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара, разрыхлитель для теста. Для крема 100 граммов сливочного масла савушкин, 200 граммов кураги, 100 граммов сгущенного молока. Для глазури 100 граммов белого шоколада, 50 граммов сливочного масла савушкин и для украшения свежая клубника. Включаем духовку на 180 градусов разогреваться. 200 граммов вымытой кураги заливаем теплой водой и оставляем разбухать на 1 час. Займемся тестом. 4 яйца взбиваем с ванильным и обычным сахаром. Сахара берем примерно граммов 150, можно и больше, но нужно учитывать, что в тесто входит сладкий йогурт. Добавляем 125 граммов размягченного сливочного масла савушкин. У него приятный ореховый вкус, который идеально подходит для выпечки. Снова взбиваем. Затем в тесто выкладываем 500 граммов ароматного клубничного йогурта оптималь. Всю массу хорошенько взбиваем миксером. В отдельной емкости 500 граммов манной крупы смешиваем с разрыхлителем. Добавляем манку в йогурт на яичную массу и тщательно перемешиваем. Тесто готово. Половинку теста выливаем в форму, выстланную пергаментной бумагой и смазанную сливочным маслом савушкин. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Точно так же выпекаем и второй корж. После того, как коржи остынут, разрезаем каждый вдоль пополам. Получилось 4 коржа. Подсушенную бумажными полотенцами курагу перебиваем в блендере. Добавляем 100 граммов размягченного сливочного масла савушкин и 100 граммов сгущенного молока. Еще раз взбиваем в блендере. Получился такой вот оранжевый крем. Остывшие коржи прослаиваем кремом и выкладываем один на другой. Верх торта кремом не покрываем. Осталось сделать глазурь. На паровой бане растапливаем 100 граммов белого шоколада и 50 граммов сливочного масла савушкин. Получившейся глазурью покрываем торт и украшаем свежей клубникой. В идеале торт должен отстояться несколько часов в холодильнике и в результате получится вкусный, сочный, пропитанный торт с нежным кремом и свежим вкусом клубники. Наслаждайтесь на здоровье!